это для хохлов сейчас пока сидел кофе пил просматривал отснятое видео предыдущие уже обнаружил там в ю тубе и в творческой студии но там параллель кто не знает два комментарии двух придурочных хохлов неважно какой они национальности там как они себя приписываются все хохлы все кто мне гадости пишет это вот эти вот придурочные хохлы я же вам сказал их отличить легко их вообще задевает вообще людей очень знаете задевает когда им указываешь ну у меня профессии не профессии прошу прощать у меня тенденция такая как обзорщика я же не блогер я обзорщик на вольных хлебах указывать на какие-то вещи достаточно жестко которые просто попахивают явным идиотизмом и продолжает действие чтобы не как-то развенчать я для нормальных вот людей которые думают делаю видео с пояснениями а сейчас тема в продолжении кто уже догадался все это нюансы прк вставочки не все видео но вставки видео за последнее время они из профессиональной рыбаломной концепции я остановился в таком месте значит тут просто вот там вот пяти метрах от меня люди ходят хорошо я буду немного отвлекаться вдруг уши подойдут или хохол какой зетку увидит и побежит сюда хохлы все время думают нас фашистами сравнивать сами фашисты наглухо там вот такие а нас русских но это знаете такая лукавая дьявольская подмена понятия на эти на белые говорит черные на черные говорит белые это же легко очень видно их фейки настолько тупые и смешные просто тупые даже реагировать на их нет молодец а вот смотрите друзья в чем прикол есть такая тенденция я об этом опять-таки вкратце упоминал во многих видео просто между строк может кто-то не запомнил ну не во многих не во многих иногда уговорил почему люди на лайтовые снасти увереннее ловят почему маленькие приманки часто выстреливают по крупные щуки лучше чем большие один из моментов я вам сейчас расскажу не только он но один из моментов во первых наша анатомия среднестатистических человек не такого физически крепкого или там более крепкого чем я там для которых там любая снасть это просто это тяжелое это просто прутик динамика динамика микродвижений техничных она более подходит значит значит к его физическому отношению среднестатистическому среднестатистического человека чем более тяжелые снасти более тяжелыми снастями мы делаем какие-то грубые движения значит равномерки какие-то свичи какие-то там еще ну что вы делаете с крупными приманками вы скажите с крупными свимбейтами вы их там потвичиваете и он там что-то делает сам дает такую волну а очень важна очень важна вот это вот хайпитчевая волна даже если она не высокочастотная а низкочастотная но микроударчики то что мы ловим на твичинге очень многие не все замечают так вот я всегда со смехом говорю о тех блоггерах которые и в предыдущих видео я говорил которые умиляются работой воблера но не могут объяснить что именно сейчас я вам объясню и почему это действует странно почему вот вообще я ни от кого не слышу от обычных рыболов я знаю что это есть ну почему от блогеров я это не слышу я просто уверен что люди знают что в чем прикол да и вот этот вот шекспир медиум лайт вот по тем временам видимо и тот шекспир который у меня две палки они правда в спиннинге тогда кастинга в то время у нас не продавал один медиум класс другой медиум хэви ну там вот такие вот вот такой вот дрын так же и здесь медиум лайт тут не пахнет если не сказать что здесь медиум хэви по современным снастям вот поэтому видимо не только для шекспира но и для тех времен понятие лайт это были так как у нас медиум сейчас а понятие медиум тогда так как у нас сейчас чуть у них и это не к теме почему я сейчас вот солнце выходил и оставил светлые приманки потому что вода подсвечивается солнце она делается не сверху как я ее вижу от деревьев тем а в глубине она светлая как светлое пиво потому что здесь присутствует даже прозрачная вот в этой воде сейчас все равно она подсвечивается а когда солнце зашло я перехожу на темные приманки более актуально по видимости когда было солнце я ставил темные когда солнце заходит я ставлю светлые сейчас не рыба не мясо поэтому прямо солнце скрылась средняя освещенность дневная поэтому можно ставить в принципе и те и другие либо что-то среднее средней тональности либо гибриды такие что касается цвета теперь значит почему я часто упоминаю мегабас юкиита потому что они пытаются их команда в частности с него же началось все пытались максимальное максимальное количество движений вложить в приманку при какой-то динамике при вашей анимации максимальное для чего это нужно потому что я не знаю для чего это нужно она я буду только говорить а что это замечено у меня и о чем я вам говорю нередко из той что замечено у профессионалов никто не знает как среагирует рыба на какое движение но на динамику реагирует в первую очередь потому что издалека уже ее ощущает и где находится рыба именно бас потому что вот этот юкиита он для баса бас он как и окулер может держаться в разных слоях соответственно максимальная динамика происходящая от воблера который дает вверх вбок вниз под разными углами свою гидродинамичную волну вот этого он и добивался чтобы максимальная результативность была у воблера как у поисковика чтобы где бы бас не находился он среагировал четко да он будет слышать все равно что динамика пошла вбок она же расширяется она и там слышит но максимально направить в ту сторону гидроволну как человек правильно и предполагал так оно и есть и по статистике так и срабатывает именно это максимально дает эффективность на привлечение хищника аху и привет стеклянные палки это что-то стекло никогда не устареет в стримовой ловле стекло это скорее дань моде олдскул такой ну и плюс есть конечно же не рвет губы там помогает вываживанию лучше ну и графит такой же можно сделать с апреля правильно ну так что в стриме это скорее олдскул ну такой дань моде так смотрите почему более мелкие приманки вот люди иногда ставят крупные приманки на щуку это правильно но в том случае если динамика ее этой крупной приманки и визуализация и объем в воде ведь динамика от крупной приманки она также дает эффективность нахождение крупной добычи поблизости хищник боковой линии ощущает так же как и динамика от кренка например который делает эффект как я говорил но это не я предположил но я с этим согласен как работа хвостом рыбы то есть тоже как бы объем достаточно крупный приманки крэнк то небольшой а выходит на него крупнее эффект поэтому с кренками почему так просто вы ставите маленький крэнк а у вас летает пятерка трешка пятерка вот как у меня здесь было раньше там десять лет назад трешка пятерка туз ага так трешка пятерка туз через раз вот так вот маленькую приманку если вы и значит смотрите почему умиляются блогеры когда они смотрят на приманку я знаю что они умиляются но я когда смотрю сравниваю например два воблера вот эту копию от мегабас да x80 почему я его так люблю и раньше любил и допустим плату заславского эту или вот эту они хороши не спорю Юра тебе на заметку Юра Сочинский советую вот этот воблер приобрести попробовать платва работает как уволень при твичинге переваливается туповато мегабас или в данном случае очень отличная копия делает при микротвичинге при правильном ударе именно с провисом палки если у вас лидер из флюра или просто флюр только правильный никакой не шнур он вам просто тупо сорвет проводку смотрите предыдущие видео кто не смотрел что именно важно как знать по добру он дает вам при пампинге именно вообще он дает максимально этот воблер максимально и разворачивается и поворачивается боком вверх дает волну и вниз и делает останавливаясь потому что нету натяжения постоянного шнура роллинг то есть максим у него максимальные движения во все стороны он просто близ блещет вот это должно нравиться блогерам которые говорят ух супер играет и объяснить потому что дает максимальное количество различных колебаний и значит по факту пускай даже небольшая приманка вот это вот не как кренкинг такого нету мощной работы как будто хвостом чтобы был эффект рот не добыть но вот это максимальное количество значит слившиеся в одну когда вы без перерыва именно без паузы делаете вот этот вот твичинг воблером плюс он еще разворачивается давай дает волну боком и туда и сюда то есть максимально дает эффект привлекательности выше чем вы поставили канату 150 и что ты там долбите а она такая не пойми чего и вот по этой причине очень часто срабатывают мелкие приманки на крупную рыбу это одна из причин когда мелкие приманки ловят крупную рыбу эффективнее поэтому ребята все очень хорошо и я тоже люблю крупные приманки трофейные но я очень уставал когда их анимировал поэтому например там глайдер американский цилиндрический они тонущие надо было заглубить и там анимируют но это трэш поэтому я очень часто и впоследствии просто переходил на спиннербейт и тупо или на такие минохи американские которые при равномерке они являются тоже крэнкбейтами они называют плоские типа джеки просто делал пелагику и все и там не надо ничего там спиннербейт крутится создает вибрацию свою мне не нужно извращаться было с тяжелыми джерковыми снастями что-то там долбить потому что это невозможно невозможно эффективно завести было приманку допустим вы берете двухсоставной глайдер делаете и он сам там что-то разворачивается но практика показала что вот эти глайдеры хуже всего работают безлопастные чем такой же глайдер но с лопастью который вы можете либо вести равномерно он будет делать кранкинг плюс еще вот это вот изгибать телом либо вы будете подтвичивать у него от лопатки будет гидроволна эти мощные и поэтому вот эти безлопастные глайдеры эффективно подтвичивать они при ударе дают какую-то хоть волну хоть куда-то тогда они лучше работают чем вот этот вот зигзаг он срабатывает достаточно редко не всегда не везде и эффективным его назвать нельзя только по басту и вообще вот эти глайдеры отлично работают тогда и тушь и отлично работают именно крупные там 130 плюс даже на небольшую щупку дай им посмотреть я не фанат таких глайдеров поэтому именно безлопастных поэтому это больше развлечений и от таких глайдеров к примеру ну а как от тупой приманки добейтесь гидроволны какой-нибудь каким-нибудь подтвичиванием чтоб он разворачивался больше там чтоб давал эту волну и чтобы была равномерка именно чтоб у вас дался вот это вот так тогда а вы спросите у людей кто им пользуется они вам расскажут как они эффективно работают то есть вы поняли да в чем эффективных небольших приманок если вы правильно его завели максимально и подобрали еще ту приманку которая делает максимальное количество различных микродвижений микродвижений ну потому что крупных движений там не получается там крупные движения разворот а микродвижения это роллинг разворот вверх-вниз телом блеск блеск боками это гидродинамика в различные ну и плюс конечно же хорошая лопасть то есть она либо вот такого плана наклонными под острым углом либо это диповые воблеры вообще супер работают если тонущие воблеры это как правило морские про которые я говорил они тонущие и вы их пампинг вверх не дать им даже будете помогать им всплывать вообще большая лопасть большая лопасть эффективна на гидродинамику на небольших приманках но имейте ввиду я не сторонник на лайтовые снасти ловить трофеи потому что это очень часто обрыв как бы вам там кайфово не было вылаживать это обрыв поэтому дело совсем даже не в жестких палках когда он например вместо вот этой вот приманки поставить ну допустим тот же который у меня любимый это шайнер айтио шайнер 115 и он конечно туповат значит здесь то еще срабатывает еще момент плотность воды охлам привет плотность воды чем крупнее брейманка тем она паруснее себя чувствует в воде казалось бы небольшое движение а тело большое вроде вот эта волна но если вы там вот эту вот физику посмотрите ну физику настоящую физику гидроволны вот этих вот вы посмотрите какая волна эффективнее передается на расстояние понятно что нам не нужны здесь большие расстояния чтобы там со 100 метров щуку вызывать ну по факту получается что так вот хайпичинг определенные тональности и выше средний пич просто под хайпичингом можно разные понимать разные приманки и совсем хайпичевые там те же крэнки есть высокая низкочастотные крэнки у крэнков там пофигу у них равномерно идет гидроволна короткого тела что высокочастотные что низкочастотные она работает по щуке по разному вблизи щуку находится или вдали низкочастотные более трофейные но для крэнка низкая частота это понимаете коротким телом это не то что допустим для крупного воблера мину это разные немножечко частот поэтому тут надо разделять что для крэнк хорошо то для мину это все для мину это все по-другому поэтому мелкие мелкие полиманки нога выстреливает поэтому когда вы берете крупные приманки в руки должны понимать что с ними делать если это трофейный сезон там пофигу да но если это летний допустим сезон вот очень часто у людей крупняк приманок не работает летом не потому что щупа их не ест летом она ест их потому что просто вы не можете эффективно их задиномировать чтобы они работали на привлекательность максимально а с более мелкими у меня это получается это не значит что платва не работает вот почему работает заметьте я не фанат зипбейтс но вот смотрите сколько отзывов про 80-ый орберт по результативности выше чем про 110-ый я уже не говорю про 130-ый вот по этой самой причине потому что 80-ый орберт орбит он вообще тупой просто тупой и по своей форме своей лопате он тупой он для долбежки басовый он еще может быть но я его не люблю ну вот у людей 80-ый орбит он вполне для плотности воды он вполне эффективный и динамичен достаточно поэтому более привлекательный еще раз повторюсь не привлекательных приманок не бывает бывает максимальная привлекательность бывает минимальная привлекательность бывает нахождение рыбы рядом бывает нахождение рыбы в этот момент не рядом ну и активность поэтому мотайте на уши всем привет